Здравствуйте! И позвольте сегодня не разжигать. Сегодня мы беседуем с замечательным артистом Алексеем Девоченко. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Саша! Лёш, твой спектакль, который мы только что посмотрели, там, где ты был занят, по Моцарту и Сальери, по гениальному бессмертному Пушкину, произвёл неизгладимое впечатление, серьёзно говорю. Всё. Вечный текст, вечные проблемы, гений, злодейство. А кто нынче гений, кто злодей? Ой, это вопрос, на который мы ответили в двух словах. Кто гений, кто злодей. Мы вообще хотели говорить про, так сказать, итоги, там, скажем, театральные, да, театральные итоги года. Хотя о них тоже можно сказать, потому что для меня были события, это такой, как фестиваль сезона Станиславского, он в этом году был очень хороший, где были Некрошес, где был Дозин, где был Петербрук. То есть я в этом сезоне стал артистом Московского художного театра. Перенёс, спасибо, перенёс свой спектакль «Дневник провинциала» в Петербурге, послал такого очень дрену на Новый Сленд. То есть есть какие-то вещи, для меня лично очень, как бы, как сейчас можно говорить, позитивные. Мы выпустили спектакль «Дзойкина квартира» в постановке Кирилла Серебренникова и так далее. Но сегодня говорить, о чём? Сегодня можно говорить только об одном, о подписании нашим, так сказать, президентом, этого чудовищного совершенно закона, который перечёркивает всё и отбрасывает нашу страну на десятилетия. Вообще все последние события, буквально последних дней, с того времени, когда Госдума начала всю эту волокиту, заканчивая, продолжая пресс-конференции Владимира Путина и так далее, и так далее, всё это откатывает, откатывает нас куда-то, тянут назад. Просто тянут назад. В какие-то дремучие 70-е, если не 50-е, 40-е, 30-е годы. И то, что было сегодня ночью, происходило, разгром бизнеса Вестицкого, это же чудовищно, это просто наглая, как бы совершенно чудовищная акция. И поэтому, действительно, тут, я не знаю, возвращаясь к спектаклю, мы же используем, кстати, не только текст, непосредственно, из Моцарта и Сальери, у нас есть текст, не дай мне Бог сойти с ума, и сбились мы, что делать нам, действительно, чтобы, так сказать, окончательно не сойти с ума и не свихнуться, чтобы окончательно, да, не сбиться, вот что делать, что делать. Я знаю, что делать. В смысле, я, конечно, не знаю, что делать. Я знаю, что такая-то программа действует. Но надо действительно выйти всем 13 января на улицу. Москвы, и не только Москвы. И в очередной раз, уж я не знаю, что это будет, чем это закончится, чтобы в очередной раз указать нашей власти на ее место. Так ведь плевать же власти. Я не знаю, все будет зависеть от того, сколько народу выйдет, сколько людей выйдет. Судя по тому, что сейчас происходит по ленте новостей, там, в том же Фейсбуке, собирается очень много народу выйти. Главное, чтобы все это вошлось без провокаций, без кровопролитий, как это было 6 мая. Мне не кажется, что все, что делает власть, это одна сплошная масштабная провокация. Это не то, что кажется. Это даже не теорема, это аксиома. Это просто провокация. Это провокация именно на массовые беспорядки, чтобы жестоко их погасить и уже, так сказать, ввести тотальную диктатуру. Чего, собственно, добивается вся наша, так сказать, верхушка во главе с президентом. У тебя есть в этом спектакле эти слова «Не дай мне Бог сойти с ума». Кто сошел с ума? Кто-нибудь уже сошел с ума в нашей стране? Или мы все сошли с ума? Нет, я не думаю, что все сошли с ума, конечно. Иначе было бы просто сумажить же дома, не сторона. А нет сумажить? Но свихнувшихся людей много. Государственная Дума – это полностью свихнувшиеся, так сказать, организация. Совет Федерации – это тем более, это Дом престарелых. Они все, так сказать, нагло больны, глубоко. И, к сожалению, большая часть нашего народа тоже больна психически, которая голосует и верит в это, которая смотрит Первый канал и верит новостям Первого канала. Они голосуют телевизором. Они голосуют телевизором, но, так сказать, все равно. Потому что неважно, чем телевизором голосуют, сердцем, головой, все равно, они же голосуют за вот это. Так как очень много людей поддерживает, действительно, вот этот закон, который сегодня Путин подписал, поддерживает. Это страшно. Это страшно, и просто действительно хочется выйти. Ты как творческий человек, все-таки склонен уйти во внутреннюю миграцию? Ну, я уже в ней нахожусь, как, собственно, и все мы. В жизни склонен уйти, нет. Я, естественно, буду как-то биться, барахтаться, так сказать, до последнего говорить, поскольку я могу только говорить. Я не могу, так сказать, как сейчас переписывать, скажем, в Железнях с Навальным, так сказать, апеллируя, как это слово, глагол забыл. Ну, неважно, перекидывать. Ну, перекидываться какими-то фактами, цифрами, статистическими данными. Я этого делать не умею, не могу. Вот, естественно. Единственное, что я могу, это я могу говорить. Вот, пока я буду мочь говорить, ну, так сказать, я буду рыбаться. Потому что во внешней миграции, как сейчас говоришь, надо уезжать, ну, куда уеду я? У меня профессия, у меня язык, прежде всего, русский язык. И я ее не собираюсь менять на профессию официанта, там, в Нью-Йорке, там, или там, посудомоечка. Хотя, кто знает, как говорится, от сумы, от тюрьмы, не зарекайся. Кто знает. Я не знаю, о чем все это дело кончится. Но дело, мне кажется, кончится какой-то катастрофой. Глобальной. Это же все. Ну, каждый день, Саша, ну, каждый день происходит что-то. Что-то из ряда вон выходящее. Посмотрим, как будет все это развиваться. Развиваться это может только в одну сторону. Все будет хуже, хуже, хуже. Страшнее, страшнее, страшнее. Алексей. Опять-таки, возвращаясь к цинизму и провокации. Вот сегодня освободили вот этого товарища, который, так сказать, был, признали невиновным. В СИЗОКО. В СИЗОКО. Да, да. Подполковник он, да, или кто-то, забыл фамилию. Честно говоря, не хочу ее вспоминать. Вот эти вещи какие-то вот такие... Власть дает всем понять, что ей совершенно все равно. Абсолютно, да. Нормы не указы, ей мораль не указы. Она пошла, да, она пошла в разнос. Как говорят, расщепнился. Да, расщепнился, пошла в разнос. Тем не менее, в преддверии Нового года, вроде как, светлый праздник. У тебя настроение, я вижу, погано. Ужасающе. Я не знаю, наверное, у кого-то и хорошее настроение, что-то, кстати, радостное. Ну да, в Госдуме. Ну там, да, у них там елочки стоят. Но не для них, Алексей. Не для них, для людей. Для нормальных людей. Не для тех. Для нормальных. Что ты пожелаешь в приступающем 13-м году? У тебя есть этот язык. Ты творческий человек. Ты можешь им сказать самые главные слова. Ну, вот, кстати, вот, смотри, я немножко отклонюсь сейчас, да, немножко. Но мне кажется, это существенно. Вот 13-й год, да, 2013-й год. А был еще 1913-й год. Цифрами которого очень, как бы, там, очень любили в учебниках истории писать. Вот на 13-й год. Это год был один из самых таких процветающих в России. Да, экономические показатели. Да, 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 экономические показатели. Так вот, я хочу, во-первых, всем пожелать, естественно, прежде всего, здоровья. Потому что это вещь, которая, кстати, необходима всем. Я хочу, опять-таки, пожелать стране, чтобы 13-й год для нее стал переломным и таким же, как 1913-й. Но только чтобы не было потом через 4 года повтора того, что произошло в прошлом веке. И я хочу пожелать всем быть свободными. Ощущать хотя бы внутренне чувствовать себя людьми. Ни какими-то винтиками, ни какой-то серой безликой массой, а людьми. Человеческое достоинство самое главное. Потому что случись такое, вот, где-нибудь в проклинаемом ныне Западе, или в той же, уже врагом номер один Америке, случись такое, ну, сколько бы вышло сразу же, в этот же день. Через час бы уже, так сказать, заполонил. Я вспоминаю, когда было совершено убийство Боритковской. В Риме отреагировали молниеносно. В этот же день, там, десятки тысяч людей вышли на улицу. У нас ничего. У нас стабильность. У нас все хорошо. У нас в магазинах все есть. И вот приходишь к очень печальному выводу, что, к сожалению, в нашей стране и нашему народу, собственно, ничего и не надо, кроме дешевой еды и, так сказать, и пойла. И вот, так сказать, такой хлев, такой свинарник. Вот есть в корытах это варево. Вот, значит, все хорошо. Нет, тогда мы пойдем, тогда выйдем на площади. Я больше, чем убежден, что, скажем, в 91-м году, к сожалению, великому, большинство людей выходило на улицы, на митинги массовые. Именно по этой причине, когда, ну, просто ничего не было в стране. За колбасой. Да, за колбасой. Да, да. Не все, разумеется. Безусловно, не все. Но большая часть. И, собственно, это все потихоньку перетекает, вот такое отношение и к сегодняшней ситуации, только уже с другим знаком, когда, а что выходить, а зачем выходить-то? Все равно ничего не изменится, все равно будет Путин, все равно, кстати, будет Госдума, что вы, дураки, что ли, кто ее распустит, Госдума, кто там распустит Совет Федерации? Кто? Да никто, нормально, все в магазинах, все есть, чем он недоволен-то? Телевизор пока, пожалуйста, показывает, там интернет работает и так далее, и тому подобное. Вот такая позиция обывательская, ее, к сожалению, больше в нашей стране, чем другой. То есть активности. Вы желаете активности? Безусловно, гражданской активности, да, да. Ну, прежде всего, конечно, ощущение достоинства, гражданского достоинства. А из этого и будет тогда и вытекать и гражданская активность, и совершенно, так сказать, яростное неприятие всех тех провокационных, как ты очень правильно сказал, вот актов со стороны правительства, со стороны администрации президента, мэрии и так далее. Ну, это же бред какой-то. Нельзя стоять в одиночных пикетах, потому что это массовая акция. Даже если будет 10 человек, это массовая акция. Нельзя. Нельзя ездить по Садовому кольцу машинами с белыми ленточками. Ну, что это такое? Они действительно, такое ощущение, что они сознательно провоцируют массовые беспорядки. Сознательно провоцируют. И они их получат в конечном итоге. Но, так сказать, в крови, если не дай бог что-то произойдет, будут виноваты только они. Не дай бог, что это произойдет. Не дай бог, да. Алексей, я желаю вам в наступающем году больших-больших творческих удовольствий. Спасибо. Самое главное, чтобы вы не уезжали, потому что такие люди, как вы, нужны России. Спасибо вам. Спасибо. Бывает эрзац колбаса, бывает эрзац хлеб, бывает эрзац кофе. Единственное, чего никогда не бывает с приставкой эрзац, это свобода. Она всегда только подлинная. Спасибо Алексею Девоченко. Смотрите «Предвестник». Смотрите «Предвестник».